Здравствуйте! Я врач, фитотропевт, диетолог Борис Качков. Автор сотен видео в интернете на своем канале YouTube про здоровье, правильное питание, лечение, в том числе и народными средствами. А также автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Более тысячи статей в газетах, журналах, интернете. Сегодня решил написать новое видео. Как набрать вес. Как накачать мышцы. А заодно очистить организм, укрепить иммунитет. Вам в этом поможет борщевая диета для набора веса. Многие считают, что набрать вес и очистить организм одновременно невозможно. Однако это не так. Можно и вес набрать, и организм очищать, и иммунитет укреплять, и мышцы подкачать. И все делать одновременно. В этом вам поможет борщевая диета. Нужно лишь знать, как в зависимости от поставленной цели правильно комбинировать разные компоненты борща. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как же правильно приготовить борщ для диеты. Как правильно употреблять борщ на протяжении дня. Ну и что может вам активно мешать набору веса. И не только во время соблюдения борщевой диеты. Как же правильно приготовить борщ для диеты. Очень важный вопрос. Выбор овощей. Не буду повторяться в этом видео. Об этом я уже рассказывал в видео про борщевую диету для похудения. Вы можете его просмотреть на моем канале несколько позже. Или ссылку на него я дам в конце этого видео. Выбор кастрюли также очень важен. Она должна быть из нержавеющей стали. Эмалированные растворяются. Эмаль растворяется. Алюминий попадает с едой. А это путь в синдром Альцгеймера. Емкость кастрюли зависит от мощности вашей пищеварительной системы. Определяющей скорость набора веса. Иными словами. Сколько вы сможете переварить и усвоить. Но обычная кастрюля нужна 2-3 литровая. При хорошем аппетите и работе пищеварительной системы больше. Вода. Она должна быть обязательно хорошо очищенной. От минеральных солей по умолчанию. А также от токсинов, микробов, вирусов, грибков. Минеральные соли мешают вытягивать в бульон. Растворять полезные вещества из других продуктов. Которые будут входить в борщ. А микробы, вирусы, грибки. А также токсичные продукты из жизнедеятельности. Либо токсины другого происхождения. Активируют в организме катаболические процессы. По иному разрушения. А вам нужно накопление и созидание. Поэтому чистая вода нужна абсолютно всем. И для набора веса, и для укрепления иммунитета. Количество чистой воды зависит от вашего исходного веса. И должно составлять примерно 30 мл на 1 кг веса. Вы это можете легко просчитать сами. А дальше будет еще интереснее. Если вы собираетесь варить не постный борщ. Потому как постный борщ может использоваться и в системе набора веса. Но не для накачивания мышц. Тогда в отдельной емкости вы варите мясо либо птицу. Закладываете обязательно в холодную воду. Слегка подсоленную. И варите 3-5 минут от момента закипания. То есть пока образуется пена. Или как ее по-другому называют шумовина. Это те белковые токсины которые вышли. Их нужно удалять в любом случае. Но если вы хотите получить больше здоровья. То вам не только шумовину нужно удалить. Но и весь бульон слить. Отдайте его животным. Им это подойдет. А вам же нужно больше получить здоровья. И мясо будет ожидать закладки в собственный борщ. Количество. Если потребность в белках в обычных условиях 1 грамм на 1 килограмм массы тела. То для набора веса она может быть снижена втрое. До 0,33 грамма на 1 килограмм массы тела. Для накачивания мышечной ткани может быть увеличена вдвое от нормы. Иными словами. Если ваш вес 50 килограмм. То в обычных условиях потребность в мясе или птице. При соблюдении борщевой диеты примерно 250 грамм в сутки. Постное мясо и птица просто содержит примерно 20 процентов белка. И нужно вес умножать на 5. То есть 50 килограмм умножаете на 5. Получаете 250 грамм в сутки. 60 килограмм умножаете на 5. Получается 300 грамм в сутки. Вот если борщевая диета идет для набора веса. Тогда исходный вес нужно умножать на 1,5-2. То есть при весе 50 килограмм. Нужно умножили на 1,5 получили 75. Умножили на 2. 100 грамм мяса или птицы в сутки. Если же нужно набирать мышечную массу. Нужно умножать исходный вес на 8-10. В другой емкости вы пассируете лук, морковь. Но ни в коем случае не на сливочном масле. При нагревании до 120 градусов образуется канцерогенный акролеин. Если вы так поступаете регулярно. Пассируете лук, морковь на сливочном масле для каких-то целей. То со временем вам может понадобиться моя книга. Рак. Профилактика. Ранняя диагностика. Лучше так не делать. А использовать другие жиры. О которых я расскажу прямо сейчас. Растительные масла для пассировки также не очень подходят. Большинство масел не выдерживает нагревания выше 150 градусов. А тем более длительную термическую обработку. Все-таки борщ готовится в достаточно продолжительное время. И последующие хранения. Они просто легко окисляются и превращаются в олифу. Поэтому лучший вариант жиров для пассирования. Это животные жиры. Из них свиное сало, смалец или курдючный жир. Если все же захотите готовить на растительном масле. Тогда вам нужна кастрюля с толстым дном. Или рассекатель огня. Но это только для газовых плит. В этом случае вы можете, экономно нагревая растительное масло, не испортить его. Но готовить придется борщ ежедневно. Настаивать несколько дней у вас не получится. По причине того, что после первичного нагревания масло все-таки окисляется. И в олифу в конце концов превратится. А далее в подсоленную воду закладываете подготовленное мясо или птицу. Пассировку, овощи. В той последовательности, как вы к этому привыкли. И варите до готовности. И немного больше. Лучше поварить. Чтобы все компоненты были на вид слегка переваренными или разваренными. Должен получиться у вас густой бульон и разваренные овощи. Минут за 15-20 до окончания приготовления закладываете пряные корнеплоды. Петрушку, сельдерей, пастернак. Кто что хочет. Можно и другие. А перед тем, как выключить огонь. Зелень. А вот какие компоненты нужно учитывать для набора массы? И для набора мышечной массы? Об этом вы узнаете прямо сейчас. Какие же компоненты обязательно нужно учитывать для набора массы тела? Их несколько. Борщ прекрасный источник углеводов. Причем в овощах в основном длинные углеводы. Крахмал и инулин. Но при правильном приготовлении они быстро перевариваются. И усваиваются практически как и короткие углеводы. То есть как простые сахара из фруктов. От желающего поправиться нужно лишь немного. Хорошо переживать. Переварение в этом случае начинается уже в полости рта. В чем особо жевать даже и не нужно. Подержать какое-то время. Перемешивая языком содержимое. Ну и наслаждаясь вкусом. Вкусного борща. А продолжается переваривание поджелудочной железой. И пожалуй самый важный компонент борща. Для набора веса. Уже прямо чувствую как сейчас полетят в меня стрелы критики. Это картофель. Да он пустой. Да там один крахмал. Да там мало витаминов. Там мало микроэлементов. Относительно мало клетчатки. Но. Он в 2-3 раза калорийнее других овощей. И в малом объеме содержит достаточно много калорий. Именно поэтому. Если злоупотреблять этим овощем. Да. Легко набирать вес. Просто поедая одну картошку. Но в этом случае вы реально попадаете на недостаток витаминов. Микроэлементов. Потому как вы уносите в свой организм. Да. Практически крахмал. Без такой подпитки в виде витаминов и микроэлементов. А в данном случае в борще он гармонично соединяется с другими компонентами. Которые компенсируют недостаток этих минорных компонентов пищи в картофеле. И для набора веса после приема борща нужен отдых. А чтобы легче накачать мышцы. Нужно правильно комбинировать физические нагрузки и употребление борща. О других компонентах вы узнаете прямо сейчас. Жиры. Имея самую высокую калорийность. Жиры усваиваются не очень просто. Нужна слаженная работа желудочного пузыря. У кого он еще есть. И поджелудочной железы. А также достаточное количество переваривающей жиры липазы. Отсутствие хронического панкреатита. И хорошее всасывание из кишечника. То есть отсутствие дисбактериоза кишечника, энтерита, энтероколита. Поэтому при хорошем состоянии вашего организма жиры могут попадать в борщ уже на этапе пассирования. При ослабленной системе этот этап вы пропускаете, не пассируете. А добавляете жиры при закладывании зелени. Но если организм уж слишком ослаблен. Тогда борщ готовится без жиров. А появляются жиры уже в тарелке. И чтобы в борще не появился комбижир. При хорошем даже состоянии пищеварительной системы. Нужно использовать не более двух способов повышения калорийности борща за счет жиров. Количество жиров от 1 чайной ложки в каждом приеме пищи до 1 грамма на 1 кг массы тела в сутки. Также имеют значение конечно и белки. Если вам нужен набор веса. То количество белков лучше первично уменьшить. До 1 трети физиологической потребности. Напомню физиологическая потребность 1 грамм на 1 кг массы тела. А дальше постепенно можно повышать. Если вас интересует набор именно мышечной массы. То тогда вы будете постепенно повышать количество белков в своем рационе. Начиная от 1 грамма на 1 кг массы тела. До 1,5-2 грамм на 1 кг массы тела в сутки. Делать это нужно постепенно. Ориентируясь на то как организм воспринимает и переносит именно белки. А не борщевую диету. А вот как правильно употреблять борщ на протяжении дня. Чтобы получить тот результат который вы хотите. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно употреблять борщ на протяжении дня. Если вам необходим набор веса. Или нужно увеличить мышечную массу. Или укрепить иммунитет. Или усилить очищение вашего организма. То утром после сна нужно съесть или выпить. Тут уже как вам больше это нравится. Один-два стакана юшки из борща. Не борщ, а только юшку. Если борщ готовился без жиров. Тогда с одной столовой ложкой сметаны. Если потеря веса за ночь составила примерно 200-300 грамм. Об этом я уже говорил. Как определить не сложно. Вы взвешиваетесь до сна. И после сна опорожнив мочевой пузырь. Но не опорожняя кишечник. Взвешиваетесь еще раз. Если разница 200-300 грамм. Сколько вы должны съесть утром борща. И в каком виде вы знаете. Если потери более значительные. Тогда количество юшки может быть соответственно увеличено. Далее. Через час-полтора. Лучше по аппетиту. Если аппетит не наступил. То часа через полтора. Употребляйте собственно борщ. Но. Если вам нужен набор веса. Обязательно без мяса или птицы. То есть вы поедаете фактически юшку с овощами. А вот если нужно увеличивать объем мышц. Тогда этот прием пищи начинается с мяса. После которого употребляете собственно борщ. После употребления борща. Должна появится легкая сонливость. Это правильно. Это говорит о том что компоненты борща. Быстро оказались в кровеносном русле. И если вас интересует набор веса. То не нужно с сонливостью бороться. Иначе вы будете активно тормозить набор веса. А нужно правильно ее использовать. Полежи после еды. Чтоб жирок завязался. Самое лучшее правило в этом случае. Если получится. Можно слегка вздремнуть. Это только добавит вам результатов. И ускорит набор веса. В любом случае после каждого приема борща. 20-30-40 минутный отдых должен быть. Если же вас интересует набор мышечной ткани. С сонливостью бороться не нужно. Нужно ее правильно использовать. Раз углеводы попали в кровь. Их нужно съедать физической нагрузкой. Более или менее интенсивной. Но она должна поступать. И начинать и заканчивать каждый день. Первые и последние два приема пищи. Лучше вот таким же образом. То есть без употребления мяса. Без употребления птицы. Это будет правильно. А что делать дальше? Я расскажу прямо сейчас. Очищение организма. Будет происходить вне зависимости от того. Стремитесь вы набрать вес. Или накачать мышцы. Этому способствует очищенная вода. И термически обработанная растительная клетчатка. А чтобы накачать вашу иммунную систему. Прием борща должен сопровождаться не отдыхом. А небольшим уровнем физической активности. Например прогулка. Либо легкая домашняя работа. Ни в коем случае не интенсивный. Ни в коем случае не пробежка. Не тренажерный зал. Нет. В этом случае вы будете не иммунную систему накачивать. А мышечную. Насколько продолжительной может быть борщевая диета? При хорошем состоянии пищеварительной системы. И использовании разных компонентов для приготовления борща. Его есть десятки видов. По разному можно комбинировать различные компоненты. И получать борщ не только разного вкуса. Но и с разными полезными свойствами. В этом случае борщевая диета может продолжаться 2-3 недели. Но! Есть факторы которые могут активно мешать вам как набрать вес. Так и накачать мышцу. И укрепить иммунитет. И очистить ваш организм. И не только с помощью борща. Они в этих случаях тоже работают. И о них я расскажу прямо сейчас. Какие же факторы могут активно мешать набор веса? Практически каждый человек имеет гастрит, холецистит, панкреатит в разной степени выраженности. Другие заболевания. Просто крайне редко правильное питание применяется от самого рождения. А на протяжении жизни далеко не всем удается избежать пищевых инфекций, отравлений, питаться исключительно здоровой пищей, вести исключительно здоровый образ жизни. Поэтому каждый человек владеет собственной уникальной системой пищеварения. Настроенность работы которой позволяет одним иметь избыточный вес и думать как похудеть. Другим иметь недостаточный вес и искать способы его набрать, компенсировать. Часть людей занимает в этом промежуточное положение. И при этом они могут иметь совершенно одинаковый или очень похожий набор заболеваний. Важно не название. Нозологическая форма не такое имеет значение как функциональная способность, функциональное состояние тех или иных органов и систем. Именно функция позволяет участвовать как в процессе переваривания пищи, так и в переработку в печени, доставку сердечно-сосудистой системой на клеточный уровень в несколько избыточных количествах. Как в данном случае, благодаря чему и происходит накопление. Но есть еще одно состояние, о котором я расскажу прямо сейчас. Которое может еще жестче относиться к этой ситуации. Значительно хуже, если есть анорексия или по-иному патологическое отсутствие аппетита. Следствием которого значительное снижение веса и дистрофические изменения во всех органах и системах. Особенно активно работающих. В любом случае при анорексии нужно что-то делать и активно делать. Видео как улучшить аппетит на моем канале есть. Вы можете просмотреть. Потому как затягивать нельзя. Чем дольше присутствует анорексия и дистрофия, тем хуже. Потому как клетки и состоящие из них органы и ткани работают постоянно. С момента оплодотворения и до последнего дня вашей жизни. А работа клеток требует поступления пищи, воды и кислорода в разных видах и количествах. Но! Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. В данном случае этого очень мало. Этого явно недостаточно. Необходимо обеспечить все-таки правильное сбалансированное питание. И одно из самых сбалансированных и полноценных блюд это борщ. Важно только им правильно воспользоваться. Обещанная ссылка на видео. Как борщевая диета помогает снизить вес. В котором есть информация. И как правильно выбрать овощи для борща. Вы ее видите. Она вот здесь. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Каким способом поставить лайк. Я подумаю какое еще видео написать. На тему здоровья для вас. До новых встреч на моем канале. Не забывайте ставить лайки. Подписываться. Отправлять друзьям. Канал не самый худший. И достаточно информативный. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...